Здравствуйте! Начало нового учебного года и все, что с этим связано. Ремонт школ, безопасность, празднование Дня знаний и взгляд на то, как меняется школьная жизнь. Об этом говорим с руководителем департамента образования Самары Елена Чернега в нашей студии. Елена Борисовна, здравствуйте! Здравствуйте! Чтобы мы оценили весь масштаб происходящего, скажите, пожалуйста, сколько всего учеников пойдет в школу в этом году? Мы не в демографической яме? Нет, совершенно нет. Вы знаете, отрадный факт, что 1 сентября 2019 года все образовательные организации откроют свои двери для 123 тысяч учащихся. Это на 4000 больше воспитанников придут наши школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. Больше учеников? А школ самих станет больше? Ну, вы знаете, да, станет больше на одну школу. Наконец состоится праздник. 1 сентября 2019 года глава города совместно с первоклассниками перережет красную ленточку в нашей школе номер 46. Конечно, это октябрьский район, тот район, где у нас, конечно, большая потребность в ученических местах, большое количество детей дошкольного и школьного возраста, и поэтому, наконец-то, мы отремонтировали школу номер 46, и 700 с лишним учащихся придут в это прекрасное здание. Да, хороший итог вот этой летней кампании ремонта, текущего и капитального. Как можно оценить весь масштаб проделанных работ за лето? Вот что можно сказать? Знаете, масштаб глобальный. Если я назову только одну цифру, что для подготовки образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году было выделено более 357 миллионов рублей. Эта цифра намного больше, чем в прошлом году. Только на капитальный ремонт у нас выделено 192 миллиона. Мы отремонтировали пищеблоки, и в этом году новый подход к ремонту капитальному. Мы, если приступаем к ремонту, то мы делаем от и до. Мы полностью ремонтируем и меняем технологическое оборудование. То оборудование, которое вышло из строя, мы списываем. То, которое пришло в негодность, мы тоже списываем. И если срок остается небольшой в эксплуатации, мы передаем другие организации, где мы еще не успели отремонтировать. А в основном 1 сентября наши ученики придут в те образовательные организации, где мы отремонтируем пищеблоки и увидят новейшее технологическое оборудование. Да. Сразу от пищеблоков хотелось бы перейти к вопросам питания. Они немаловажны. Какие-то инициативы высказываются со стороны общественности, может быть, депутатов? Потому что тем, в общем-то, многих волнует, как питаются дети. Это, наверное, один из главных вопросов. Это главный вопрос, понимаете. Дело в том, что в школе мы не только должны заниматься образованием ребенка, мы должны создать условия и обязательно обеспечить горячее питание. Ну, все вы знаете то, что дети, которые посещают группу продленного дня, не обеспечены трехразовым питанием. Дети, которые не посещают группу продленного дня, не по выбору или одноразовое, или двухразовое питание. Какая инициатива поступила от председателя Думы городского округа Самары Алексея Петровича Дегтева, потому что он сам педагог, сам директор школы бывшей, а бывших педагогов не бывает. Мы должны рассмотреть тот вопрос, и администрация города выделит денежные средства дополнительно на организацию горячего питания в субботу. Так как у нас на пятидневную учебную неделю не все перешли, и в основная масса учащихся все звучит по шестидневке. И когда ребенок приходит в субботу в школу, он получает не только багаж знаний, образовательных, но и дополнительное образование. И вот я говорю о той категории, это социально незащищенных детей. Вот администрация города будет выделять денежные средства именно на эту категорию людей. А как узнать эту информацию? Уже, наверное, от учителей непосредственно? Ну, это пока сейчас в плане, мы ставим в бюджете будущего года, это стоит, мы сейчас планируем. Только сегодня с Алексеем Петровичем мы эту тему обсуждали, и Елена Владимировна Лапушкина тоже обсуждала эту тему. В самое ближайшее, наверное, время, когда будет финансирование, конечно, мы сразу... Об этом проинформируете. Да, у нас дело в том, что новый подход к организации горячего питания, организовывают горячее питание комбинаты школьного питания в школах. И в этом году каждый комбинат школьного питания проведет родительскую конференцию открытую, где каждый родитель может прийти в образовательную организацию, будет предложен перечень блюд школьного, именно школьного меню. Каждый родитель может продегустировать блюда, попробовать, внести свои предложения, замечания, корректировку. А директора комбината школьного питания и работники нам отчитаются, как они нам готовят, нашим школьникам, что нового они придумают, и что они делают для того, чтобы ребенок бежал не только в школу, в класс, но и на пищеблок, в столовую, чтобы у нас был обеспечен стопроцентный охват питания. Ну, наверное, здесь и детское такое, скажем, жюри можно тоже организовать. Детское жюри. Потому что, как бывает на конкурсах детских фильмов, когда не только взрослые оценивают фильмы, но и дети тоже. Чтобы они бежали, дети, наверное, чтобы они тоже приняли вот эти вот блюда, меню. Однозначно мы к этому вопросу вернемся, потому что дети, их желание – это основа, я считаю, все равно. Если даже что-то они не то пожелают, мы лучше скорректируем, подскажем, тем самым мы воспитаем ребенка. И вопросы безопасности, безусловно, тоже очень важные. Как вообще организована безопасность в школе на данный момент? В этом году, в 2019-м, уже выделено более 118 миллионов на обеспечение пожарной безопасности. Это в два раза больше, чем в предыдущем году. И более 25 миллионов выделено на антитеррористическую безопасность. Кроме того, что каждый руководитель образовательной организации вместе с родительским комитетом должен обеспечить, конечно, безопасность наших детей в школах. Ну, контроль доступа, точка контроля доступа у нас существует во многих наших организациях, как правило, везде. Система громкоговорящей связи. У нас есть 98% школ. Система контроля доступа 240 образовательных организаций. Система видеонаблюдения по периметру школы и в здании школы. Кнопка доступа в образовательные организации. Это 100% обеспечение. Но частные охранные предприятия, к сожалению, не 100% у нас охват, а всего уже 243 организации из 400. Ну, а остальные организации, в которых нет частной охранного предприятия, именно лицензированного, охрана осуществляет вахтеры. Понятно. А частично финансирование идет из муниципалитета на обеспечение безопасности? Я тоже хочу этому вопросу уделить особое внимание. По инициативе Думы городского района Самара тоже будут выделены дополнительные денежные средства, частичную оплату охранной организации. В тех школах, которые у нас находятся очень удаленные от центра, школы малокомплектные. И, конечно, мы постараемся в этих школах обеспечить охранное предприятие, работу охранного предприятия. Если уж мы заговорили о технологиях, новых технологиях, то ими пользуются не только взрослые, но и дети. Какой сейчас школьник без своего телефона, смартфона вообще ходит? Очень редко, наверное. И вот этот вопрос в последнее время тоже обсуждается. Нужен ли ребенку, ученику телефон, смартфон в школе? Хотелось бы, пока не принято никаких решений, лично ваше мнение, какое? Ну, первое, наверное, как чиновник я должна сказать о том, что к этому вопросу мы должны подойти тщательно. И спросить каждого участника образовательного процесса. Это, конечно же, и ученика, и родителя, и учителя. Понимаете, ограничивать никогда нельзя. Я, как учитель физики, информатики по своей специальности, хочу сказать, наши современные дети должны владеть и иметь при себе все гаджеты. Но вот использовать его на уроке надо лишь только тогда, когда это необходимо для образовательного процесса. Говорят даже, когда на перемену выходит ученик, и тут же он в него углубляется. Если правильно будет организовано и доступ к контентной фильтрации, правильно будет организован доступ к информационным источникам, то наш ученик, поверьте мне, не захочет залезть на какой-нибудь сайт ненужный, он пойдет именно на тот информационный портал, который будет необходим. И это, честно говоря, еще искусство педагога. Побудить в ребенке искать информацию в своем гаджете в свободное время на перемене или же на уроке именно с той целью, чтобы получить какой-то источник знаний. Да. Ну и еще вопрос в связи с этим тоже по школьной форме, вот с таким демократическим подходом. Он тоже то затухает у нас, то опять возникает. Вот сегодня в школах как определяются с тем, что нужны формы, одинаковые для всех, либо все ходят, кому в чем удобно. Вот вы знаете, я вот наблюдаю много лет уже и смотрю, 1 сентября, праздник, и, как правило, первоклашки и учащиеся бегут в школу, и, конечно, красивая школьная форма. Я считаю так, заставлять никогда не надо. Надо воспитать так человека, чтобы он захотел одеть красивую школьную форму. Пусть она будет школьной формой соответствовать нынешним требованиям, современному подходу, чтобы у нас девочка и мальчик одел красивую, эстетически красивую форму. Ну, я считаю, это порядок будет, наверное, и самодостаточный образовательный учреждений уже давно имеет свою форму и гордятся своей формой. Да, и вот картины, которые мы год из года наблюдаем, когда на выпускных уже очень многие одевают вот эту традиционную школьную форму девочки с бантами, с фартуками. И вот это тоже о чем-то говорит, что это очень важно и приятно. Конечно, вы понимаете, вот тот период времени, когда не было школьной формы, вот сейчас, мне кажется, мы уже соскучились даже немножко к тому школьному платью, к тому школьному костюму, который был у нас с вами когда-то. Ну, хотелось бы вернуться все-таки к школам, к объектам социальным. Как проводится приемка школы перед первым сентября? Каким критериям самое острое внимание уделяется? Вообще, комиссия из кого состоит? Да, я вот хочу особое внимание тоже уделить приемке образовательных организаций. К приемке относятся организации и школы, и детские сады, и учреждения дополнительного образования в этом году. За 9 рабочих дней мы приняли комиссии, межведомственные комиссии, более 500 зданий. Это 400 организаций, 500 зданий. Ну, во-первых, я хочу сказать то, что был грамотный подход в тот летний период, когда Министерство образования Самарской области создали штаб межведомственный по подготовке. И еженедельно министр Самарской области лично каждого руководителя департамента или руководителя территориального органа спрашивал. И мы докладывали, какой процент готовности, какие у нас существуют проблемы. При своевременном выявлении любой проблемы есть время для ее устранения. Следовательно, мы сконцентрировали все свои усилия и управленческие, и строительные, и по безопасности. И с 4 августа до 15 сентября мы приняли все организации. Все до одной. Вы представляете, комиссия была многочисленная. Входили, конечно, представители всех контролирующих органов. Это и Роспотребнадзор, и ПОЖнадзор, и МЧС, и представители Росгвардия, и Управление Федерального службы безопасности. Обязательно входили представители Министерства образования. И в данном случае в Самаре у нас была члена комиссия специалист Самарского управления Министерства образования. Специалисты от департамента образования. Обязательно входили члены администрации тех районов, на территории которых располагается образовательная организация. И, конечно же, общественники. Да, кстати, вот у нас есть сюжет на эту тему. Предлагаю его посмотреть. И если что-то будет дополнить, тогда уже после сюжета расскажем. Новыми красками заиграла Самарская школа номер 46. Как и другие образовательные учреждения города, она уже скоро будет готова принять детей. В школу с проверкой приехали глава городского департамента образования Елена Чернега. Это общественники и уполномоченные по правам ребенка. Два года назад здесь начал обрушаться потолок. Детей распределили по другим школам. Теперь это в прошлом. 46-ю капитально отремонтировали. Нам хотелось вместе с родителями, чтобы школа была яркая, радостная, светлая, чтобы дети хотели здесь учиться. Новый пищеблок, спортзал, охранные системы, оборудование и многое другое. Перемены впечатляют. Школы готовы к началу нового 2019-2020 учебного года. А вот эта школа номер 46. Идут последние штришки. И 30 августа я уверена, что данное образовательное учреждение будет принято тоже с оценкой отлично. Школа действительно сейчас стала яркой. Это, конечно, приведет к более высокому эмоциональному уровню учеников и, соответственно, более глубокому получению знаний. Вместе с депутатами городские власти проверили и 137-ю школу. Здесь тоже перемены к лучшему. Новый фасад, окна – все для комфортной учебы. В базе школы функционируют много учреждений депутатного образования. И мы решили сделать первое, конечно, лицо школы – фасад. А это школа номер 64. Здесь оборудовали новый пищеблок. Современная вытяжка, посудомоечная машина, освещение. Рядом со школой – новая спортплощадка. Там теперь дети смогут заниматься физкультурой на открытом воздухе. Охват питанием, горячим питанием, приготовленным на современном оборудовании, будет значительно больше. Здоровое питание для детей – это, естественно, залог здоровья. Наша задача, задача фракции «Единая Россия», чтобы мы комплексно подходили к реализации и национальных проектов, и государственной программы обеспечения наших образовательных учреждений, конечно, комфортными условиями для наших детей. Насколько самарские школы и детские сады соответствуют требованиям безопасности, уже успели проверить надзорные органы. С инспекцией побывали во всех заведениях, а их почти 400. А вот 162-ю школу ждет капитальный ремонт. В этом году без малого 200 миллионов рублей выделено было непосредственно бюджетом городского округа Самара на проведение текущего ремонта. Это на 20 миллионов больше, чем в прошлом году. То есть увеличение идет финансирование. 1 сентября в школу города пойдут почти 123 тысячи детей. Что на 4 тысячи больше, чем в предыдущем. Для их комфортной учебы в самарских школах созданы все условия. Елена Борисовна, еще о каких новшествах, нововведениях можно сказать, которые вот в этом году уже новым учебным? Это я хотела как бы немножко оставить на потом. Это в конце передачи, когда мы будем говорить о праздниках. Вы хотите заинтриговать наших зрителей. Да, а когда мы будем говорить о праздничных мероприятиях, которые будут проводиться. Это такая идея у нас такая есть новая. А сейчас бы, наверное, я хотела сказать действительно отрадно. На 4 тысячи больше детей. Плюс 909. Это у нас прирост только первоклассников. У нас еще практически на 1 тысячу стало больше первоклассников. Всех детей, которые впервые в жизни придут и сядут в прекрасные школьные парты. Мы, конечно, себе сделали, приложили максимум усилий, чтобы это создать комфортные условия. Всем хватило места? Всем хватит. Вот на данный момент вообще у нас... Если их стало больше, то сразу вопрос, который напрашивается... Конечно, вопрос об обеспеченности свободных мест. Конечно, всем ли хватит. Конечно, я сразу хочу сказать. Все до одного учащихся сядут за школьные парты. Но проблемы и дефицит, конечно, существуют. Мы прикладываем максимум усилий по созданию дополнительных ученических мест уже в рамках имеющихся учебных аудиторий, перепрофилируем, переоборудуем. Уходим уже от того, что когда были огромные учительские, когда приходили учительские, мы лучше переобравим под класс, где сядут наши первоклассники. Также мы выделили... Вот, знаете, проблемы на и самыми местами у нас уже определены. Конечно, это Октябрьский район, Промышленный район, часть Советского района, Кировского района, часть там, где у нас не хватает новых учебных мест. Но вы, наверное, все слышали, что в самое ближайшее время все же на Пятой просеке будет построена школа. В Новой Самаре у нас будет школа. И много же тех детей, которые сегодня вынуждены учиться во вторую смену, в переполненных образовательных организациях, конечно, сядут за парты в школу, которая будет функционировать в одну смену. Это мы так мечтаем. Конечно, это очень хорошо, что у нас дети рождаются. Значит, жизнь у нас продолжается. Значит, у нас с вами есть будущее прекрасное. Что мы делаем? Если разбить по ступеням, у нас первоклассников, я сказала, это 14 225 учеников, 9-ти классников 10 800, 11-ти классников 5 900. И мы видим, если у нас 11-ти классников 5 900, а каждый год у нас плюс тысячи, конечно, мест нет. И мы будем их создавать. Строить новые школы, ремонтировать, переоборудовать. Но все до одного будут приняты. До 5 сентября каждый гражданин Российской Федерации, родитель, имеет право быть зачислен, вернее, не родитель, а ученик был, быть зачислен в образовательную организацию. До 5 сентября. На данный момент вот уже у нас по системе, которая у нас единый портал образовательных услуг, уже зарегистрировано 98%. То есть вот из тех, кто зарегистрировался, пришли. Еще ждем, кто не дошел, наверное, не вернулись с отпусков. Да, понятно, конечно. Логичный вопрос следующий. Хватает ли учителей и специалистов по образованию, в связи с тем, что возрастает и количество учащихся? Да. Есть ли дефицит кадров? Идут ли молодые в школу? Ну, это традиционный вопрос. Это традиционный вопрос. Действительно, у нас прекрасный педагогический когда-то был институт, и он и сейчас и есть. Этот вуз, который нам готовит большое количество молодых учителей. Вот в школу-то они идут? Данных, вот числовых, число я вам на сегодняшний день сейчас не скажу, потому что мы подведем итоги, наверное, 5 сентября, когда все сядут за партой, все придут в школу, наши молодые педагоги. Но если сравнить цифру прошлого учебного года, у нас был прирост на 2%. 200 новых молодых педагогов пришли в школы. Я надеюсь, что в этом году чуть-чуть побольше должно прийти, потому что у нас и детей стало больше. Но, конечно, проблемы существуют. Вот на данный момент, на сегодняшний день, 47 вакансий у нас открыто. Какие специалисты нужны? По каким предметам, может быть? Я вот сейчас просто перечислюсь, конечно, начальные классы. Потому что у нас первоклассников много. Математика, физика, русский язык, и только потом иностранный. Вот. Вот. Такие у нас есть, конечно, вакансии. Но я надеюсь, все равно профессии учителя всегда есть и будет на самом высоком уровне. Так же, как и медик, и всех основных вот таких профессий. День знаний, как говорится, день знаний празднуют все, независимо от того. А в этом году, тем более, мы будем праздновать практически два дня. Как это будет организовано? Первый сентября в этом году выпал на воскресный день. Но мы не будем нарушать наши традиции. Первый сентября глава города вместе с гостями почетными, вместе с первоклассниками перережут красную ленточку в нашу 46-ю школу. А все остальные образовательные организации откроют свои двери 2 сентября. И в городе, в Струковском парке, в Струковском саду, который в этом году празднует свой юбилей, состоится большой областной праздник. Где губернатор Самарской области Дмитрий Юрьевич Азаров 800 первоклассникам нашим малышам вручит подарки. Поздравит их с начала нового учебного года. И в этот момент на всех территориях районов, парках у нас будут организованы мероприятия. В школах пройдут праздничные мероприятия, торжественные линейки. И вот сейчас я открою маленький секрет. Какой подход в этом году? Чиновники, которые приходят традиционно на все праздничные линейки, как правило, их представляют. Это вот руководитель такого-то департамента или чиновник такого-то уровня. А теперь будет первое слово. Это выпускник данной школы. И теперь чиновники у нас пойдут, как и депутаты, в те образовательные организации, которые они закончили. И в первую очередь это будет красивый и правильный пример, чтобы все видели дети. Он тоже здесь учился, он также был первоклассником, также сидел за этой школьной партой. И только благодаря усилиям учителя, ученика и родителя он стал или депутатом, или чиновником. Раскройте секрет. Это не вы придумали, не ваша инициатива. Потому что первый раз в этом году вы в качестве, в статусе руководителя департамента образования будете. Это ваша была идея? Ну, я хвалиться не буду, но командой своих, со своим единомышленным, со своей управленческой командой мы подумали, какой ноу-хау придумать. Я сама родилась в городе Самара, училась. Я очень хочу, потому что я никогда не ходила на линейку, потому что я сама учитель. И, как правило, я как директор школы, как учитель была именно в той школе, в которой я работала. А я очень хочу прийти на ту линейку, в ту образовательную организацию, в ту школу, к чьей выпускницей я была. Так, какая это школа? Это школа номер 94 железнодорожного района. Ну, все вас будут там ждать. И у нас остается буквально одна минута. И хотелось бы спросить у вас, кому в первую очередь вы хотели бы обратиться накануне Дня Знаний? Вот, что это за аудитория? Вы знаете, я... Мой такой принципиальный подход я никогда не делю. Успех образования и успех ребенка зависят от троих. Это от ребенка, родителя и учителя, как три кита. Да, понимаете? И сегодня, в канун праздника, я хочу обратиться ко всем. К малышам, которые идут в первый раз, в первый класс. Удачи! Верьте, это у вас самая счастливая пора. Ко всем учащимся со 2 по 11 класс. Ребята, цените и дорожите, что вы являетесь учениками школ города Самара. Цените, любите своих учителей и своих родителей, дорогие родители. А вам я желаю удачи, здоровья, успехов. И чтобы всегда рука об руку вы шли с учителями вместе. И когда мы будем учителя и родители быть все вместе, у нас будет самый успешный ученик. Да, вот очень важный вывод вы сделали, потому что вот какую область ни возьми, у нас все идут параллельно. Вот даже тоже ЖКХ. Одни так, другие так, третьи так. А вот это вот все нам подсказывает, вся жизнь, что нужно объединяться. Спасибо вам большое за эту важную и полезную информацию. И успехов на новом поприще. Спасибо. Чтобы все было хорошо и эффективно, результативно. Вот это самое главное. Да. Чтобы результат. А результат от нашей работы, учителей, это ученик. Да, и вся жизнь, как следствие человека. Ну что ж, спасибо еще раз. Поздравляю и вас, уважаемые телезрители, с новым наступающим учебным годом. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова